Первый музей губернского значения в Симбирске был открыт для посетителей в 1909 году, 115 лет назад. В настоящее время часть коллекции Симбирского естественно-исторического музея сохраняется в фондах отдела природы Ульяновского областного краеведческого музея. История нашего отдела достаточно богатая. Мы каждый год сейчас в последнее время стараемся отмечать день рождения естественно-научного исторического музея. И коллекция отдела природы, она на данный момент насчитывает более 12 тысяч предметов. Это и чучело животных, и минералы, и гербарные образцы. В советское время отдел природы преобразовали в биогропы, которые отражают современную природу Ульяновской области. Во многом благодаря таксидермисту Владимиру Кожевникову, который делал чучело животных, продлевая им жизнь, долгие годы пополнялась основная экспозиция Большого зала. В этом году в краеведческом музее грядут большие изменения. Меньше месяца осталось до открытия новой экспозиции «Древний мир» в Малом зале. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Подошли с умом о науке в музее». Инициатива стала победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Мы выбрали такую концепцию, что мы не показываем людям, в первую очередь, древних животных, которые жили здесь многие миллионы или тысячи лет назад. Мы рассказываем всю эту историю через призму ученых. То есть мы здесь подчеркиваем роль палеонтолога, геолога и археолога, которые вы, кстати, видите за моей спиной, вот эти три героя самых главных нашей экспозиции. По словам Дарьи Фоминой, эти три героя будут сопровождать посетителей музея по всему древнему миру и подсказывать в тех или иных вопросах они даже вписаны в этикетаж музея. Здесь вот, например, геолог, который говорит о том, что у меня в рюкзаке, вы видите, не обычное золото, потому что, да, вот мы видим, что оно действительно блестит, а мышиное золото, так называется перит. И вот через такой вот интересный диалог мы знакомимся с некоторыми экспонатами. То есть это такая интерактивная стена, вот, и мы, собственно, объясняем, кто такой геолог. На интерактивной стене также написано, кем является палеонтолог и чем занимается археолог. Древнего моллюска и орудия труда первобытного человека можно потрогать руками. В малом зале будет использоваться новый жанр экспозиционного показа, практически без витрин, когда экспонаты находятся в естественной среде. Одну стену зала займет дно Древнего моря на светодиодном экране, а на морском дне будет лежать шестиметровый скелет плеозавра Лусхана Итильского морского ящера. Это древнее животное, предок современных дельфинов, обитало на территории Ульянской области 130 миллионов лет назад, в начале мелового периода. Скелет был найден в 2002 году недалеко от поселка Сланцевый рудник и с тех пор выставлялся пару раз. Совсем скоро он, наконец, займет достойное место в постоянной экспозиции. Современников плеозавра, животных четвертичного периода, мамонтов, шерстистых носорогов, оленей посетители уже сейчас могут видеть на противоположной стене. Рисунок выполнен известными полеоиллюстраторами Андреем Отучиным и Романом Евсеевым. Другой уникальный экспонат – неандерталец – возвышается на постаменте на фоне древних животных. Его изготавливали в Новосибирске. Он выполнен из силикона и максимально похож на человека тех времен – невысокого роста – 160 сантиметров, массивного телосложения за большой и вытянутой головой. На нем одежда вся натуральная – шуба из оленей и лисиц и обувь утеплена сухой травой. В эту же экспозицию вернется и скелет пещерного медведя – любимца посетителей. Он был подарен музею в 1999 году Московским департаментом культуры. Оказывается, этот скелет собран из костей разных медведей. Кости были найдены в одной из пещер на Урале. Такие медведи обитали на территории нашей области. Теперь с помощью специальной техники посетители смогут увидеть пещерного медведя в движении в 3D изображении. Вдоль еще одной стены выстроен каркас в виде домика. Он облицован натуральным камнем с ланцами серой глины. В открытом проеме в дальнейшем появится вертикальная витрина с подсветкой, куда поместят керн – образцы породы, которые были извлечены с глубины 2,5 километров. Можно сказать, что зал делают всем миром. Так, ткань для гардины, которой раньше здесь не было, покупала бывшая сотрудница. А шила – женщина, которая работает в музее. Подшипники, на которых держатся гардины, изготовили музейные мастера. В бюджете 2024 года предусмотрено порядка 12 миллионов рублей для Ульяновского областного краеведческого музея. Выделенные средства пойдут на приобретение фондового оборудования, модернизацию экспозиции основного краеведческого музея и его филиалов. Открытие малого зала состоится 18 мая. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.